Всем привет! У нас небольшая приятная болталка о жизни. Немножко хочу у вас поинтересоваться, вопросики позадавать, рассказать немножко про себя, что у меня происходит, о каких-то планах, о психологии, вообще в общем, о жизни. Что хотела спросить у вас. Как вы относитесь? У меня появилась энергия, время, я хочу написать новые лектории. В Telegram провести давненько у нас таких встреч не было. Темы, какие бы вы хотели затронуть темы. Я думаю про созависимые отношения, про вот темы любви, отношений, проблем каких-то в этом плане, что чаще всего на практике вижу встречаются, какие проблемы, просто об этом более детально, скажем так, научно поговорить. Что такое лектории? Для тех, кто впервые, например, на канале, или с этим не сталкивался, или в наших лекториях ранее не участвовал. Это будет Telegram-канал закрытый, в который набирается группа людей, кто хочет поучаствовать. Там будут 4 прямых эфира. Скорее всего, длится это будет 2 недели, по 2 эфира в неделю. Обычно это по Стамбулу время вечернее, там в районе 6 вечера, 7. Это все сохраняется в записи. У вас к этому доступ, выгружаться будет отдельным файлом, вы всегда можете переслушать, пересмотреть и так далее. Помимо этого, на протяжении этих двух недель в этой группе мы можем общаться, обсуждать темы. Я отвечаю на ваши вопросы, вопросы психологические, психологического плана. И темы, которые мы обсуждаем в чате об этом, в общении, они не только по теме лектория. Например, мы будем говорить про любовные отношения, в основном про мужчин и женщин, зависимости, проблемы и так далее. А вообще на любые ваши психологические вопросы, что вас беспокоит. Не знаю, вопрос с детьми, например, острый, самооценки. Что самое, это я все вспоминаю, что такое больше популярное, что люди чаще всего спрашивают с родителями какие-то взаимодействия, с партнерами, здоровые отношения и тому подобное. То есть я буду отвечать на любые абсолютно вопросы. Каждый день там буду на связи. Вот. Хочу когда провести? Как вы думаете? Напишите в комментариях, если бы вы хотели поучаствовать. Как бы вам было комфортнее? Это в конце, во второй половине августа сделать, до начала учебного года. Ну, потому что у меня публика становится взрослый, там, 18 лет-45-50. Все работающие, у кого-то многих уже дети есть, да. И если вам удобнее, например, в августе, до вот этой бытовухи, суматохи школьной, например, две недели. Или если вы к этому готовитесь, потому что не будет удобно. Или это провести, там, вторую неделю сентября, например. Первое сентября отведете, неделька пройдет, и мы сделаем две недели этого лектория. То есть напишите в комментариях, как бы вам было удобно, в какое время, в конце августа, во второй половине, или в начале сентября. Я бы посмотрела, сколько людей больше, на за что проголосует, назовем так, какие темы вам были интересны. То есть я могу сформировать лектории, написать эти лекции, в зависимости от ваших запросов. На что будет больше спрос, то я бы туда и включила. Потому что мне хочется, чтобы это было не только просто полезно, но и каждый бы нашел что-то для себя, в частности, его какой-то запрос был отражен, скажем так, в этой теме наших встреч. Каждый бы себя что-то нашел и не разочаровался. Затем, что еще? Стоимость, наверное, будет такая же, как и всегда была. Я не знаю, еще не обдумывала. Я посмотрю на рынок, что сколько у блогеров такое стоит в среднем. Мне всегда лежит ниже среднего по цене, чтобы многие могли сейфить. Очень часто комментарии бывают под видео, когда видят мою собачку, что какой породы, откуда вы взяли, и все в таком роде. Меня даже как-то обвиняли. Какая-то сволочь. Мне девушка писала, я это вообще не забуду. Просто мне прикалывают люди, которые делают выводы, вот исходя из своих взглядов, вот по себе, как говорится, да, судят. Ты что-то там такая, типа, не помню, что за наезд в Британии, где была, типа, в общем, все правильно, типа, хорошее, а собаку купила себе породистую. Нет, дворняжку с улицы подобрать. На минутку в Турции дворняжки с улицы 60-50-70 килограмм. И такие огромные кабаны. Очень часто они потомки кангалов, турецкая вот эта порода. Травьяный, под 100 килограмм, которая. То есть дома такую дуру держать, знаете, проблематично. И плюс они все, как правило, стерилизованы, государство за ними смотрит с чипами и так далее. В общем, неважно. Как нам попала собачка? Что за собачка? Собачка у нас морки. Это, как называется, искусственно выведена, человеком уже скрещенная порода. Это мальтийская оболонка, скрещенная с йоркширским перьером. Собака у нас мальчик, очень крайне умный пес. Мы вообще поражены. Собака нам досталась абсолютно бесплатно. Мы ее, назовем так, спасли. Нам ее предложила сестра мужа, у ее знакомых, ее соседей вообще, ну так знакомым можно же назвать соседей, да, свои. Они ее, назовем так, собаку выгнали из дома. Они покупали для детей, дети младшего школьного возраста, игрались, наигрались, за ними смотреть не хотят. Мама вообще изначально не хотела никакую собаку. И у собаки, в принципе, это очень порода, они чувствительные желудки у них, они постоянно что-то болеют, суставы, желудки у них, зубы. Стандартный набор, у кого мальтийка или у кого йорик, это, в принципе, комбо из этих двух пород. Самое худшее, они себе берут самое слабое здоровье, короче. Собака очень дорогая, редкая порода, очень редко встречается. Ему буквально за все годы, может, две-три собачки встретили. У меня знакомая. И она грумер, она кроме моей собаки вообще такую не встречала, редкая порода. Мальтики, например, более популярные, миленькие такие, все такое. В общем, и это несчастный пес наш, он очень такой, знаете, он очень любит искренне, многие собаки такие, да, но несмотря на, его дети поднимали, роняли на пол, мы нашли у него потом с рощи неправильно поломанное ребро было, там шишечка есть, хрящ на рост, там мы потом уже ветеринарку водили, досконально его проверяли. Просто и собака поигрались, короче, да, и вообще у них в семье были проблемы, они собаку нам отдали, а через год, на самом деле, они развелись. И там проблемы были в семье очень большие, собака, как скрепление, назовем так, не сработала, и она вообще никому не нужна стала. Ни детям они за ней ухаживать не хотят, ни матери, которая там вечно злая, с тряпкой гоняла, у меня собака боится швабру, тряпку, он как-то выпил моющее средство для пола у них, у него желудок весь там прожженный, мы ели собаку спас, ну, короче, дурдом вообще. За собакой, как бы, скажем так, не ухаживает. При этом, я скажу, это очень социально обеспеченно хорошо жила семья, это вообще не показатель, как к животным относятся социальный уровень. Собака ела хлеб, колбасу, где-то сухой корм, где-то яш-мама-сы, то есть из пакетиков желейный корм. Короче, там трэш вообще был, и у него желудок так больной, еще сожженный этим детерджаном, химическим средством, это трэш. И как он к нам попал, мне просто позвонила сестра мужа ему и говорит, слушай, если надо собаку спасать, она сдохнет, типа, если вы к себе не заберете. Ты, может быть, и не хочешь, а мне, кстати, до этого момента муж очень боялся собак, на него собаки в детстве нападали, он со шрамами, он очень боялся собак с детства. Ну, пришлось взять, потому что, ну, просто жалко стало животное. И месяц до того, как мы собачку-ношу забрали, она месяц жила в офисе у этого мужчины, жена его выгнала из дома пса, он ее забрал на работу, и когда были байрам, какой-то праздник, все уходили, офисы закрываются, там на неделю, летом это было, и собака была, у него какой-то доставки какие-то, поставки, экспедитор, короче, он жил три дня в машине у водителя, он с ним ездил на доставку каких-то там товаров, ел булки, семиты и пил чай. Вот тебе собачья жизнь, нормально вообще? Ой, блин, это ужас. Ему был годик, когда мы его забрали, он был такой заросший, что мы сразу отвели в ветеринарку, его просто на лосо всего сразу побрили. Были такие колтуны, собаку ни разу за год не расчесали. На каком уходе мы вообще говорим? У него уже годы, у них и так зубки проблематичные, у него годы они уже сгнившие были, не то, что не чищены, там жесть вообще. Сустав на ноге этот западающий, иногда операцию было делать, но мы не стали, мы с ним по-другому занимаемся. Желудок вот этот используем, там просто собака погибала. Выхаживали, он очень быстро к нам привык, полюбил, он очень верный и очень умный. Вы не поверите, у меня собака, наверное, за 2-3 года выучила русский язык. Мы дома говорим на трех языках, русский, турецкий и английский. По-английски он не врубается, по-турецки он в команды знает, принеси мячик, сидеть возле ноги, голос, вообще все-все-все без проблем. Если ты нам так, аша, я там вниз сядь, с кровати слезь, он просто идеально. Окей, все, извините, чуть-чуть все сел. Он настолько натерпелся, видимо, и нас так любят, и что к нему хорошо относятся, и любят. Он себя чувствует полноправным членом семьи, с дочерью они конкурируют, он чувствует себя ребенком у нас, за мою любовь. Я сажусь, например, на диван вечером, кто первый подбежит, маму обнимать, собака бежит быстрее, на грудь залазит, там лежит. Или ребенок там плачет, мама, я тебя ревную. Ну, такая, а у дочери такая любовь с ним, это вообще. Собака с ней в садик у нас ходила, даже были такие моменты, ходила забирать, если не сервис, собаку с собой брала, когда с ним гуляла, там весь садик, группа всей с собакой-то любили. В общем, такая, добрый, настоящий, искренний пес, потому что он очень много натерпелся, когда он видит искренне хороший уход за собой, и любовь, он тем же самым отдает вообще. Ну, проблема постоянно, лечит со здоровьем бывает, вот он хиленький, по жизни такой он слабенький. Со временем мы выстроили ему питание, он перешел на сухой корм, два раза в день у него немножко из пакетика еды для разнообразия, и можно ему в день 30 грамм домашней еды со стола что-то давать, там колбаса, сыр, там еще что-то. По старой привычке он иногда ест картошку жареную и хлеб, он не откажется, если дашь, но мы не даем. В основном мы всегда, практически всегда, в основном держим его только на собачьем корме, правильном. И что еще? Витамины я ему даю, кальций обязательно, потому что у него проблема с суставом, и гевискон, кстати, он для людей такой же собачий, там от жогов, все прочее, вот у него проблемки, вот почему-то поест, или на улице чем-то заныхнет, бывают такие там рвоты или еще что-то, но мы тогда ему даем гевискон тоже, это от ветеринара. Вот. Ну могу сказать, маленькая собака хлопот, конечно, много доставляет, потому что часто чем-то болеет, ну бывает такое, слабенький, но мы за ним хорошо ухаживаем, сейчас раньше было поначалу очень часто, раз в два месяца мы к ветеринару ходили, а сейчас по факту, ну там, футбол раз в год бывает, она что-то подхватит где-то, ну как у всех собак, в принципе, это у всех бывает. Вот. Такая история нашей собаки, так что мы ее не покупали, мы ее спасали, и хотим, наверное, мы себе со временем еще и кошку, тоже какую-нибудь спасенную, но сейчас у нас вопрос, кошки остро не стоит, у меня муж любит кошек больше, ну и собак теперь любит очень сильно, прям обожает нашего пса, и ребенок кошку хочет, но собака ведь очень доброжелательная, она и кошку примет, и, господи, и мушку, кого угодно вообще, вообще добряк по сути, и просто у нас во дворе есть кот, кошачий рэкет, там кот живет, главарь жирный-жирный, его все соседи кормят, живет на лавочке у нас возле нашего блока, входа в наш подъезд, все ему в день по несколько пакетов вискосов, всякого приносят, он разгоняет всех котов, у нас во дворе больше никто, кроме него не живет, босс такой, и у меня ребенок с ним ходит, все, короче, считают, что это кот у нас во дворе, общественный, короче, а он живет лучше, чем дома бы у кого-то жил, у него там домик есть, естественно, ему моют постоянно каждый день, тарелочки, чашечки, еду приносят такую, домашнюю, кошачьи, что ты хочешь, а здесь у нас еще дедушка, сосед араб, у него он с внучкой, иногда гуляет там годика, два-три ребенку, и он иногда выходит сам, ну каждый день иногда, каждый день, этот дед выходит, приносит ему там мясо свежее какое-нибудь коту, и приносит игрушки, то есть он сидит на лавочке, привязывает к палочке ниточку с бантиком там фантиком, и играет с кошком, какие-то, ну еще развлекать приходит, а про то, что его все гладят, чешут, кто там на лавочке сядет по телефону, что-нибудь соседи очень часто гуляют с собаками, сидят, общаются, он заглаженный, залюблен, он идет ко всем этот кот, это вообще нечто, он живет круче, жирнее, чем обычный, домашний, очень холеный, а тут, когда была корона, мне кажется, что этот кот болел короной, ну вирусом каким-то, он чихал, у него летели сопли, он болел, и мы его позилили, ну не мы, соседи другие, его отлавливали там, он же свободный, в катавозку, в переноску не залезет, его отлавливали, туда пытались отвезти, чтобы ветеринар, короче, все лечили его, ну в общем, кот живет вообще просто барский, поэтому нам потребности в кошке пока нет, мы ходим играть с тем, кормим его, и все, короче, довольные остаются, и дома чище, скажу так, кстати, вот порода морки, она искусственно выведенная, гипоаллергенная кожа и волос, он ничем не пахнет, только зубами, скажем так, иногда пахнет, вот, и если аллергики или астматики, аллергена, волос животных, он не вызывает аллергии, вот эта особенность этой породы, кстати, с него вообще не сыпятся волосы, хотя он лохматый, он тюлют, кудрявый, да, такой, меховой весь, у него очень тоненький волос, мягенький такой, пружинистый, нежненький, не очень плотно набитая шерсть, и вообще волосинки с ним никогда не сваливаются, он не теряет волос, ленький у него сезон, и ничего этого не бывает, ему даже когти постригать не нужно, он ходит по асфальту, они сами обтачиваются у него, то есть, ну вообще, у нас есть машинка, у меня есть ножницы набор, я купила грумерский, мою мордочку красивую, выстригаем, и все прочее, найти хорошего грумера в Стамбуле можно, но от меня именно он очень далеко, поэтому не очень удобно, но справляемся, короче говоря, собаку дома где-то постригаем, когда относим к грумеру, дома помыть вообще без проблем, вообще так на нем ухожу, вот такие вот, вот то, что я вам хотела рассказать, поделиться новостями, пишите, что у вас нового интересного, просто из вашей жизни, будем общаться, поддерживать контакт, скоро увидимся, пока.